Доброе утро! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес! Пусть в ваших терцах и в ваших домах будет больше света и веры. Мы сегодня будем целый день практически с утра в разъездах. Поедем сначала к одним родителям, потом к другим родителям, поэтому сейчас я пойду собирать те наборы, которыми мы будем угощать наших близких. Я вам показываю, что я готовила булки. Еще я делала творожную Пасху, и, конечно, всем этим хочется угостить семью. Вот такие вот две у меня Пасхи под греческими камнями. Вот это булочки, которые вы уже видели. Сейчас я обязательно какую-нибудь разрежу и посмотрим, какая же она внутри. Такой маленький будет момент истины. И чего ты ждешь, расскажи, пожалуйста? Ты хочешь что-нибудь попробовать? Ну, еще рано. Еще рано, моя красота. Доброе утро, голопуки-пики, прячьтесь. Вот такая булочка в разрезе. Вы знаете, мне кажется, я многовато добавила муки. Я, конечно, не пробовала их еще на вкус. Я думаю, что все будет нормально с ним. Но вот какая-то сбитость такая присутствует. Хотя, может быть, и неплохо. Попробовала. Доброе утро. Доброе утро. С Пасхой тебя, малышка. Спасибо тебе. Христос воскрес. Помнишь, как отвечают? Нет. Воистину воскрес. Да. Христос воскрес. Воистину воскрес. В итоге вот в таком вот виде мы это все повезем. Пасху я специально не раскрываю для того, чтобы она вдруг не потеряла форму. Поэтому уже. Это Пасха творожная. Помнишь такое блюдо? Я люблю и сладкую. Вот так вот будет наш выглядеть подарочный набор. По подарочному? Заказывайте по телефону. Плюс 375. Шучу. Поздно уже всем все заказывать. Ну что, птички, вы рады? Мы можем заказать на 0,3910. И мы вам дадим провинку на целое пирожное. Вы умеете готовить пирожные? Нет. А кто умеет? Мама. Что, Вера? Подожди, сейчас папа пусть проснется. Вместе все вместе должны. Должны все вместе. Такая вот получилась Пасха. Немножко неказистая, потому что мягковатая, заварная. Делала по рецепту Тины Кароль. В принципе, ничего в нем супер необычного нет. Сейчас мы ее разрежем и посмотрим, какая она внутри. Самая большая ее прелесть для меня то, что она с фисташками. Ну, кстати, фисташки это мое добавление авторское. Мне очень нравится, когда Пасха с фисташками. В общем, конечно, выглядит это не то, чтобы фотогенично, но я уверена, что вкус будет при нежнейшем и приятным. А, ну и, конечно, яйца. Я красила вчера яйца в луковой шелухе. Ну, и вот такие вот луковые яйца у меня получились. У меня была, кстати, фиолетовая шелуха, но мне кажется, цвет абсолютно стандартный, как бывает, когда яйца красят шелухой. У меня мама и бабушка всегда красили яйца только шелухой. И мне намного, наверное, больше нравится этот эффект, потому что от цветных красителей очень часто получается неравномерный, тусклый цвет. Ну, в общем, не угадаешь. А тут, в принципе, вот такой вот насыщенный, бурый вариант. Мы уже готовы выезжать, как обычно, когда мы едем в Пятеровню куда-нибудь, даже пусть на пару часов. Ощущение, что происходит переселение народов. А еще сегодня Пасха, мы везем гостинцы, кое-что из вещей детских, которых мы отдаем, и надо отвезти их маме, чтобы она их передала. Там банки стеклянные, допустим, вот в этом вот пакете лежат, чтобы тоже от варенья всяких, знаете, посвобождалось от кабачковой икры. И, может быть, для мамы они и летом пригодятся. Так что вот наши парни сейчас пошли первую партию вместе с коляской относить. У нас еще коляска, не забывайте с собой. Машину. А вот Вера... Мама, а у Леона не застегивается у датона? Ну, сейчас я и сделаю. Вера обувает Леона. Мне тоже надо последние вещи в рюкзак побросать. Вроде все леоновские. У нас же еще Леону нужна и сменная одежда, и там какая-то еда с собой. В общем, это просто целый ритуал перемещения из одной точки в другую точку. Но вроде бы мы уже его преодолели на финишной прямой, и сейчас поедем начинать наш праздничный семейный день. Посмотрите, как классно выглядит этот молодой человек. Вера тоже, кстати, мне очень нравится, как выглядит. Я мечтаю себе вот о такой кожанке. Просто мечтаю. Но взрослых таких не было. У тебя две даже есть, а у меня не одной. А Леон просто модник. Леон, покажись, что ты прячешься за капюшоном. Покажись, какой ты хорошенький. Знаете, когда на месячных детях ты видишь какую-то, скажем так, взрослую одежду, это странно. А вот джинсы, кроссовки, байки на таких детях, как Леон, это просто самый крутяк. И самое главное, что это функционально, это можно носить. Потому что вместе это можно одеть разве что для какой-то фотографии. А тут уже все, человек самостоятельно ходит, бродит. Да? В общем, тепло. И поэтому можем себе позволить надеть джинсы, кроссовки, байку. И все. Даже дома под штаны. Угу. Ты расскажешь, куда мы приехали? Моим, маме, бабушке, братику, тете. Да, мы приехали. Лешиным, родителям, бабушке, да. Брату. Привет. Вот, тебя еще, кстати, не видели в обновленном имидже. Кошкинки. Время идет, все изменяется. Сейчас у нас будет, кстати, первая еда. Мы еще сегодня ничего, ни дети, ни мы не ели. Но только Леон. Вот, кстати, сейчас вы уже не так, очевидно, похожи. Потому что я похудел, да? Ты похудел, ты покрасился. Но все равно похожи, прикольно. Уже взрослые, уже оба адекватно взрослые. Смышляет с ними. Смышляет. Сеня, ты такой помощник. Даже в фартуке. Ничего себе. Помогаешь бабушке. Молодец. А я тоже помогаю. А ты что, помогаешь? Я вот не вижу, что ты помогаешь. Мама тоже масла. Мазла, да? Ну, умница. Мама нам снимала, и я там у вас. Молодцы. 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 Маскрепков ты немножко поел? Поел? Ну и как? Ты любишь икру, у нас, оказывается, да? Вкусно? У нее в больших количествах. Ну и полезная икра, на самом деле. В небольших количествах как раз хорошо. Ну, Сеня, у тебя такая ответственная должность. Икру на бутерброды раскладывать. Это вообще очень серьезно. Мы еще будем больше бутербродов делать, дров, шпроты. Еще шпроты, прям как по твоему заказу. Икра, и шпроты. Все как ты любишь. Процесс идет, не покладая рук. Бутерброды за бутербродами. Бутерброды самые вкусные. Ей чуть-чуть оставим без шпроты. С маселком просто, да? Угу. А почему ты не любишь рыбу? Я никакую рыбу не люблю. Вообще никакую? А Саша любит красную, как Марти. Я тоже очень люблю красную. Сенька, не облизывай нож. Рыба потихоньку. Рыба очень полезная. А жирная рыба вообще очень полезная. Для гостей, ты вообще не хочешь. А почему жирная? Потому что очень полезный жир. А у тебя больше много жира? Нет, этот жир, он как раз таки хорошо усваивается. И для Му. Когда ты пила последний раз? Года пол назад, а то и год назад. А Сеня не пил, Сеня не хотела. Сеня хорошо пил на самом деле. Пока дети работают, кто-то отдыхает. Дети, не покладая рук. Какие же вы дела делаете? Вот, смотрим, айфон, следующий. А, куда ещё это денег бахнуть, да? Такие раздумья состоявшихся мужчин. Конечно, идеальная была бы картина, если бы мама была посередине. Два больших сына были бы рядом с маленькой мамой. Да, пройдёт время, и меня тоже ждёт участь двух больших сыновей. Очень скоро. Ну, да, но всё же время-то летит быстро. Что там счастливое? А что там? Я совершенно не чувствую. Я не чувствую. А ты на специй с яйцами специально? Да, кстати, они ещё не попали в кардак твои носочки праздничные. Специально готовился. Вон, привет! Вкусно тебе? Хорошо выспался? Теперь можно хорошо поесть, да? С удовольствием. А всё уже цветёт. Мне кажется, что раньше, даже попозже, зацветали деревья. В этом году как-то уже в апреле всё цветёт. Нам это обычно не свойственно. У нас, по-моему, только в мае всё зацветает. А сейчас мы заезжаем к родителям, и уже просто всё белое. Вообще круто! Как я это всё люблю! Знаете, это вот то самое приятное ощущение, когда всё ещё впереди. Ты предвкушаешь, ты понимаешь, что сейчас весна, а впереди ещё и лето. Александр Сергеевич Пушкин очень любил эту пору года. Какую? Весну? Какую? Это вот о чём ты сейчас рассказываешь? А расскажи стихотворение. Какое стихотворение? Ну почему Александр Сергеевич Пушкин любил весну? Потому что это факт. И не потому что ты это взял из какого-то стихотворения. Мне кажется, ты придумываешь. Нет, я не придумываю. Ты это... Кому? Лилии Григорьевне? Лилии? Мушиковой. Она тебе всё расскажет. Кому? Кому позвонить? Кому? Моей школьной учительницей русского языка и литературы. О, боже. Может быть, она нас смотрит? Такое может быть? Не знаю.